О! 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 У Полины Петровой четыре руки! Ну, только на этом канале, только на этом канале вы могли такое увидеть. Я, у меня просто голова сейчас взорвется от этой игры. Фух, так, не понял. Эй, Рап, заставка где? Ну, так уже гораздо лучше. Здравствуйте, друзья, с вами Спектр, мы снова с вами в Call of Duty Vanguard. Итак, пару недель назад у меня выходил ролик с различными экспериментами над сюжеткой этой игры, где мы развлекались как могли. Во-первых, у меня остался небольшой должок. Дело в том, что я обещал второй выпуск, он выходит спустя две недели. А впрочем, ничего нового для тех людей, которые подписаны на мой канал. Но так как остались лишь незначительные детали, на которые следовало бы посмотреть сюжетки этой игры, этот видеоролик будет поделен аж на две части. Во-первых, я закрою перед вами несколько долгов и проверю кое-что, что я уже обещал тысячу лет назад, а именно в миссии в Сталинграде. И плюсом я покажу вам некоторые достижения в Call of Duty Vanguard, которые могут показаться довольно интересными. Лично я отобрал только самые лучшие, обещаю, будет интересно. Таким образом, мы поиздеваемся над миром игры в полную силу, и при том, в первом ролике я спросил вас, какой формат вы предпочитаете, и сказали, что, в принципе, от лайв-комментирования вы тоже не устали, поэтому всё будет с реакцией, с живым комментарием. В общем, погнали тестировать прямо в Сталинград, и выберем первую сложность, потому что я нубас. Ну и прежде чем мы начнём издеваться над миром игры, я заранее поблагодарю вас за пальцы вверх, друзья. Не забывайте их ставить и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, видеоролики выходят ежедневно. Итак, пока персонажи разговаривают, закрою перед вами небольшой гештальт. Короче, помните, была такая миссия, тропа Нума-Нума, да, в первом эпизоде? И там я вызвал подкрепление в самом конце задания, потому что подумал, это нужно делать обязательно. Оказывается, нет, и вы попросили меня сделать перетест, но самое смешное, что перетест и не требовался. Потому что если вы не вызовете подкрепление и не воспользуетесь рацией, это, к сожалению, абсолютно ни на что не повлияет, и японцы так или иначе схватят вас с Матео, а Матео ещё и скажет, что надо было всё сделать по стелусу, братан. Пфу, пошёл он в жопу, короче. Эта миссия называется Феникс, и сегодня здесь мы посмотрим с вами момент, который разработчики для нас скрыли. Вернее, эти штуки находятся в специальной секции, на которой всем, в принципе, насрать. Итак, для начала нужно прорваться на крышу любого вагона, это вообще не имеет значения. Ага, спасибо, женщина Маугли. Так, теперь забираемся вот на эту доску, доску, неважно, и убиваем первого противника. Короче, ребята, достижение номер один в этой миссии. Убить 15 немцев, стоя на крыше вагона. Как вам это нравится? По-моему, прикольное достижение. Мы также можем расстреливать... Блин, Полина Петрова стырила у меня целый фраг. Ладно, неважно. В общем, да, я просто открываю люк и начинаю свою войну, да? Только вот, ага, еще в некоторых моментах тут Кингсли будет мешаться. Ну, короче, понятно, стелить фраги наша прямая работа, да, они говорят. Ну что, теперь такой момент. Надо забираться сначала на вагон, и потом продолжаем анархию. Наконец-то я могу отыграться на них после игрового пацифиста, когда постоянно игнорировал. Больше цвет своем. Блин, они все равно какие-то фраги у меня постилили. Но, тем не менее, по стрельбе можно ориентироваться так или иначе, да? Здорово. Опа, момент номер два. Привет. Момент номер три. Привет. Ам, отлично. Получим достижение осторожно поезд. Если вы не поняли, это промежуточная ачивка, которую я только что выполнил. Она заключается в том, что нужно убить водителя грузовика в этой миссии, который, соответственно, везет немцев. Вау. А то вы не догадались, что он там везет. Ну, в общем, расстрел продолжается, у нас с вами только единственная задача. Значит, теперь нужно забраться на следующую крышу поезда. Сделаем это через грузовик. Например, вот таким образом. Ай-яй. Это было больно. Вот здесь можно на крышу выйти. Как я понимаю, здесь эта ачивка состоит в основном из рандома, потому что иногда ваши солдаты действительно стырят фраги. Уже не первый, не второй, не десятый раз это замечаю. А 223, блин. И да, здесь нужно полагаться на удачу очень сильно. Либо придется перезапускать миссию заново. А других вариантов здесь нет. Нормально, они там, кстати, продолжают стрелять. А надеюсь, это... О, окей, в ваш билете получены достижения, да. 15 чуваков на крыше вагоном. В принципе, это было неплохо. Я думаю, кстати, при основном прохождении это тоже можно было сделать. Здравствуйте. Мы находимся на крыше в миссии Сталинграда. И сейчас у нас будет ачивочка. А ачивочка заключается в том, что нужно прикрыть нашего братца Михаила, ни разу не промахнувшись. Это я и намереваюсь сделать. По игровому пацифисту вы знаете, сколько телов тут надо оформить. И при том, самое главное, чтобы немцы не виляли. Я, конечно, с трясущимися руками эту ачивку выполняю. Но, тем не менее, не хотелось бы облажаться, например, перед финальным выстрелом. Но пока вроде 5 из 5 сделал. Самое обидное здесь это аимпанч. Потому что, если по мне попадут, это фигня. Ладно, красный экран все равно слезет, да, заживет. Но вот, когда тебя аимпанчат и прицел просто в небо улетает, это отдельная проблема. Ты можешь остановиться? Спасибо. И хорошо, что я занял, кстати, шикарную позицию. Что меня тут любой немец вообще не достанет. А сколько будет бежать, братан? Отлично, две готовы. Часть врагов, по идее, должна пойти создание почты. И я очень надеюсь, что она уже поторапливается. Да-да-да-да-да-да. Полина вообще самая лучшая из всей Красной Армии. Мы это уже поняли по ходу кампании. Кстати, в теории можно закидать их реально молотовыми. То есть, смотри, один раз ты попадаешь, убиваешь немца. А потом чисто закидываешь остальных, да? Разницы, по-моему, вообще не должно быть. Но они, по идее, должны уже потихоньку прорываться. Я не знаю. Уже почти вся снайперка потрачена. А они так и сидят на одном месте. Хрена ли вы делаете, ребята? И следующий. Они еще ведь перебегать, кстати, любят. И посмотри, они еще и багуются при этом. Call of Duty Vanguard, блин. Ладно, стрел, конечно, дело, может, и забавное. Но, по-моему, вот это последнее направление, с которого сейчас идут противники. Отлично. Я попал по тому немцу. Хотел вообще по пулеметчику, если честно. Ну да ладно, так тоже хорошо. Здорово. Так и будете сидеть? Ну, сидите, сидите. Тут любое попадание фатально для вас, ребята. И не забоем про то, что они еще и приседают. Правильно, ребята? Хоба. Первый готов. Хоба. Второй готов. Гостиница. Это здание почты почему-то называю. Ну, в принципе, не важно. Трупы, кстати, у меня исчезают прямо перед глазами. Привет, колда 21-го года. Ай-яй. Хит-маркер дал? Серьезно? Офигеть. Я думал, если честно, будет... Сейчас промах. Ну да ладно. Привет. А твой напарник там так и сидит. Да, вон я его вижу. Сюда его. Красиво. В окнах последним. Не помню, сколько точно тут надо убить, но сейчас разберемся. Все. У меня, короче, снайперка кончилась. По идее, это точно должен быть последний сегмент. Четыре противника. Это хорошо, что он, кстати, гранатку решил кинуть. Это правда прекрасная мысль. Привет. Готов. И последний. Здрасте. И вот за это все я получил достижение. Рождение легенды. Спасибо. Спасибо. Мне правда было очень приятно. Но, если честно, это было гораздо сложнее, чем такая же ачивка, но в Call of Duty VV2. Здание почты получается. Спасение Михаила. Помню в разборе спидрана по Call of Duty Vanguard я сказал, что здесь, в принципе, спидранеры рашат. Потому что лучше убить 30 с лишним солдат, чем спасать Михаила. В этом ролике я попробую все сделать иначе. Можно ли спасти Михана по стелсу? Напомню о том, что Полина Петрова в приседе передвигается гораздо быстрее. И сначала нужно устранить всех солдат, которые вот здесь наверху у нас находятся. В одном из роликов, я помню, пытался это сделать. Но я немного не по той страте. В итоге это все выполнял. Надо, кстати, взять Реквием, потому что нужно следить за дистанцией и расстоянием. Жалко, здесь, кстати, нет метательных ножей. Ты развернешься сегодня или нет? Спасибо, мужик. Так вот, я немного не ту страту использовал. Я думаю, сначала надо убивать тех, кто находится наверху. И только потом уже смотреть, что будет у нас внизу. Поэтому еще один немец отправляется к прадцам, а мы идем дальше. О, кстати, можете почитать дополнительные реплики. Оказывается, если стелсить, продолжать, да? То можно здесь кое-чего и начитаться. Здорово, здесь есть кто-нибудь? А как я понимаю, ты один. Поэтому до свидания, братан. Только вот, кстати, тела прятать нельзя. Да, это довольно странно. Столько вентиляции, на самом деле, коту под хвост ушло. Сюда можно было хоть разведданные какие-то запихать. Я тут еще по шагам пытаюсь ориентироваться. Хоть немного слушать. Но, как видите, не всегда получается. Пока он не добрался до балкона, надо его сразу убивать. Привет. Привет. Отлично. Если ты мне расскажешь от плана... Да, да, если ты мне расскажешь от плана Красной Армии. Ну, как я понимаю, низ уже будет посложнее, потому что там по 3-4 солдата, да, присутствуют. Давайте надеяться, что я хотя бы верх дочищу сейчас до конца, последние комнаты проверю. Тут, короче, эти солдаты вместе с Михаилом продолжают переговариваться, но их там по 3-4 штуки. Я, короче, знаю, что тут находится последний солдат. Вот этот вот наверху, да? Я попробую сейчас с ним разобраться. И, наверное, после этого можно уже приступать к выполнению задачи. Приветствую. Когда цель меняется, значит, вас спалили. На это нужно ориентироваться в первую очередь. Привет. И ты должен быть ластовой. Йоу, верх зачищен полностью. Можете меня поздравить. Здрасте. А ты откуда взялся? Видимо, одна комната, которую я пропустил. В теории они, наверное, здесь появляются. Ну, то есть, я имею в виду, один может забрести на второй этаж. Но это пока не точно. У меня информация. Здесь я оставил одного мертвого охранника. Да, да, захватишь. Захватишь, конечно, дружище. Только подожди. Сначала я с вами раскритаюсь. Нет, ребята, они далее стоят уже кучами. То есть, тут уже ничего не поделать. Тревога так или иначе по итогу агрится. Но я хотя бы попытался. Слушай, то есть, я спилил почти всех, кого только смог. Рядом с Михаилом находятся три солдата. Сбоку находятся два солдата. А один единственный находится слишком далеко. Далее по коридору. Поэтому, так или иначе, тревога здесь агрится. Но, на самом деле, это был неплохой опыт. Теперь вы знаете по поводу этого сегмента в этой миссии. Надеюсь, вам это поможет при сдаче экзаменов перед зимними выходными. На самом деле, у меня все равно жопа немного бомбит. Потому что, казалось бы, такой легкий сегмент. Да, стелси не могу. Но не могу здесь стоить на первом месте. То есть, ничего не поделаешь. Такая вангвард у нас получилась в этом году. Давайте проверим один из самых часто задаваемых вопросов, который меня продолжают задавать до сих пор. Так, батю-то, батю в Сталинграде можно спасти или нет? Я уверен, что ответ уже, в принципе, понятен. Но, тем не менее, я все-таки обещал. Поэтому давайте быстренько расправимся с немцами и пойдем далее. Сюда. Во-первых, надо разобраться с оружием. Потому что с дробовика я не уверен, что попаду по всем, кто будет на улице. Мне бы, на самом деле, какой-нибудь МП-40. Но, как я понимаю... Нет, он есть, кстати, представляешь? Поэтому, давай, мы сейчас его возьмем. И пойдем. Кстати, в руки надо взять дробовик. Потому что сейчас будет замена оружия. Я это точно помню. И лучше пускай заменится дробовик, нежели МП-40. Согласны? Все, пойдемте, короче, пробиваться в хату. Вон он стоит уже. Ждет нас, бедный, несчастный. Итак, помолимся на эту икру и... Она МП-40 заменяет в этом моменте на реквием, так или иначе, да? Хотя... Опа, она. А у нас появился шанс, ребята. Так, вот, значит, батя. Сколько тут остается немецких солдат? Раз, два, три, четыре, пять! Пять чуваков! Ну, как вы понимаете, со снайперкой я могу попробовать что-то сделать. Окей, раз, два, три. Попробуем первую расстрелять. И вторую. Так или иначе, батьку конец, да? Ммм... Нет, к сожалению. Батек все-таки подсвечивается, но тем не менее, ситуация весьма и весьма удручающая, согласитесь. Тут, в общем, в любом случае, один из солдат успевает выстрелить, потому что их пятеро, а тебе чисто не хватит скорости для того, чтобы это сделать. Хотя, если так подумать, спасибо Слэшамер Геймс за то, что батя может умереть от сердечного приступа. Довольно ни в склад, ни в лад получилось. Зато хоть подходить к нему не обязательно, да? Согласна. Кстати, прикинь, я только что веду взаимодействие с отцом Полиной Петровой, и у меня ничего не происходит. То есть, как вы помните, во время своего оригинального прохождения мне стоило к нему только подойти, и запускалась дополнительная кассцена. А в этом случае ее нет. Амм... Слушай, это очень интересная штука. Может, я действительно убил одного из тех солдат, из трех, да? Который был ответственен за расстрелы, и из-за этого кассцена немного поменялась. Блин, по-моему, это бредятина, или у меня игра просто сломалась. Давай, я полностью перезарядил обойму. Так, сюда, и где-то здесь. Ой, ой-ой-ой. Я успел его убить, кстати. Это, по-моему, как раз тот, кто выстрелил первым. Спасибо, разработчики. Я помню, что это место каноничным считается при прохождении в стелсе. Но если я нарушу тревогу, то на меня брушится просто шквал, да? А Штайнер что-нибудь орать будет, кстати? Как я понимаю, снова надеяться на чудо, наверное, бесполезно, да? Потому что я расправился со всеми теперь во дворе. И это, опять же, ни к чему не привело. Что вы за немецкие солдаты-то такие? Напомню, кстати, о том, что в оригинальном прохождении я здесь все сделал, как полагается. Но ягер-мердер в конце все равно нападает на Полину Петрову. Жаль, но может их будет теперь двое? На что я надеюсь. Получено достижение Соловийная Трель. О, это, кстати, случайно получилось, но я это оставлю в кадре. Это, короче, ачивка, когда нужно выйти из приседа за Полину Петрову и убить 15 солдат в общем плане. Видимо, случайно я подгадал, что 15-й солдат будет во время записи этого футажа. Три, два, один, скример! И он будет только один, конечно же! Как будто я ждал чего-то другого. Ладно, ребята, пришло время расправиться со Штайнером и послушать, что он будет говорить напоследок. Это то, что я упустил из первого эпизода. Так, какого хрен? Это все, на что вы способны, фашистские свиньи? Что? Что это сейчас было? Это ж... Это что за хрень? Что? Найс баг, разравы. Красава. Ну и вот далее в одном из роликов, а именно, по-моему, в Пацифисте, я в итоге проспойлерил, чем это все заканчивается так или иначе. К сожалению, Лео Штайнеру не прописали даже две реплики дополнительных. Ладно, две прописали. Три не прописали. После чего он просто будет стоять и ничего не делать. Хорошо, четыре не прописали. Но они настолько однообразно и одинаковые, что, в принципе, тут и так можно подвести итог. Короче говоря, друзья, разрабы настолько были ленивые, что даже никакой реиграбельности сюда не добавили в моменте, когда нужно просто убить этого мужика. Прыгнуть вниз, кстати, нельзя, да? А что, была бы альтернативная концовка миссии в Сталинграде. Ладно, пока, братан. Это было, в принципе, весело. Прикольный босс-файт. О! 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 У Полины Петровой четыре руки! Ну, только на этом канале... Только на этом канале вы могли такое увидеть. Я... У меня просто голова сейчас взорвется от этой игры. Ну что, ребят, второй эпизод и, наверное, финальный даже на этом заканчивается. Я надеюсь, что он вам понравился и надеюсь, что в лайв-комментировании вы получили такое же удовольствие, как и с заранее озвученного и снятого футажа. С вами был Спектр. Если вам это дело зашло, не забудьте про лайк. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые видеоролики выходят ежедневно. Ну и, конечно же, продолжайте следить за новостями на канале. Вангварду вернемся мы или нет, я, к сожалению, пока не знаю, но что-нибудь обязательно придумаем. И предыдущие ролики по колде можете прямо сейчас посмотреть на экране. Всем удачи, не болейте, мы с вами обязательно услышимся и пока-пока.